Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, братья и сестры, дамы и господа, уважаемые зрители и слушатели этого прямого эфира. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Доброе утро всем! Приветствую всех, братьев, сестер, приветствую всех святых, всех, кто подключается сейчас онлайн. Я выхожу каждое утро здесь, находясь в Киеве, сейчас у нас в церкви, в нашей Киевской архиепископии, Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом, которым я являюсь, каждое утро в 6 утра, а вечером в 6 часов вечера, то есть в 6.00 и в 18.00 выхожу в эфир. С хлебопреломлением, с рассуждением о теле и крови Христа, со Словом Божьим, с откровениями, с свидетельствами. И пусть Бог благословит сегодня всех вас, возлюбленные. Благословляю во имя Господне. И продолжается праздник в православной традиции, в православном церковном календаре, продолжается праздник преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Преображение. Праздник преображения. В общем-то, это праздник не Господний, то есть это в том смысле, что это не Господь установил праздник, а церковь в раннее Средневековье еще. Но, то есть в древности глубокой церковь установила такой праздник. Но это, в общем-то, библейское событие, вспоминается библейское событие, которое действительно происходило, оно описано в Евангелиях, вот на соборе, в воскресенье, вот прошлое. Вот, и я думаю, что и как раз вот в предстоящем нам воскресенье, тоже 25 число августа, тоже здесь в Киеве буду проповедовать, добро пожаловать. Тоже будем читать, это как раз из 17 главы Евангелия от Матфея. Начало самое, как раз рассказ о том, как это все происходило. Украшением моего стола опять являются яблоки. Купил здесь как раз на рынке, на рынок, на лесовой. Вот, и купил разных яблок, сладких, кислых. И почему? Потому что в традиции, тоже древней традиции, этот праздник и эти праздники вообще, августа месяца, они еще являются праздниками, как бы, плодов земных, праздниками благодарения Богу за плоды земные. И поэтому, допустим, от 14 числа по традиции августа мед качали, и первые вот эти вот как раз накачанные, сбор меда, вот, приносили к храму, молились, священники благоставляли Бога, народ молился, благодарил Бога за, вот, мед. И также за яблоки, за все, за все груши, ну, все, короче, плоды земные. Вот, яблочный спас, потому у нас называется, или ореховый, потом уже дальше там, то есть их там четыре спаса разных. Вот, это праздники того, что спасителя мы благодарим за плоды земные. И вот конец августа, да, он насыщен такими вот как раз праздниками, слава Богу. Ну, я вот тоже натюрморт такой поставил, как напоминание, вот, действительно, и как благодарение Богу за плоды земные. Спасибо тебе, Господь, драгоценный. Благословен Бог наш, Царь всей Вселенной. Слава тебе, Господь. Слава, слава и хвала. Слава, слава, слава. Слава тебе, Господь. Благословен Бог наш, давший нам этим добрым утром, Боже, милость свою, благодать свою, милость Господня обновляется, братья, сестры, каждое утро. Она обновляется постоянно, в нем вечное обновление, просто по утрам мы, люди, как правило, более восприимчивы к этому обновлению, к этой обновляющей силе Духа Святаго. И потому, действительно, даже и в Писании говорится, и мы тоже это провозглашаем постоянно, что милость Господня, она обновляется к нам каждое утро. Слава тебе, Господь. Благословен Господь наш, благословен Бог наш, отныне и вовек. Аминь. Спасибо, Господи, за все. И вот местописание, которое снова прочту, упомянул я 17 главу Матфея сегодня, а также 2 Коринфянам 3,18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Вот. И что хочу еще сказать к тому, что вчера говорил, о чем молился вчера. Сегодня я хочу тоже Бога поблагодарить за все. И чем еще поделиться? Как взирание происходит это на практике, практически, как это взирание происходит. Это мы же не просто там можем смотреть, ну, допустим, взирание. Вот я сейчас смотрю на яблоки, да, ага, у меня ассоциации какие-то определенные, да. Вкус, запах яблок, да, значит, там, плоды земные, да, благодарность Бога за плоды земные. Вот. Есть физические глаза. Ими мы смотрим, ими мы оцениваем. И на самом деле это, ну, через глаза, ну, очень много информации считывается нами. Вот. И мы привыкаем доверять или не доверять тому, что мы видим, но чаще всего мы доверяем, значит, да, значит, хотя бы бывает и обманываемся. Вот. И потому что бывает с виду вроде хороший плод, допустим, у меня здесь еще вот сливы есть, допустим, да, вот тоже купил слив здесь. Вот. Вкусные сливы сладкие, но впадают все разные. Бывают и невкусные, там, разные. Купил слив. Вот. Бывают сливки хорошие такие, а бывают не очень. Кислотой какой-то. Бывают там уже порченные, допустим, у меня там вчера целая партия была, там, группа такая этих, перебрал сливок этих, они были порченные. Вот. То есть оно вроде нормально, а раскрываешь, а там уже порченные. Вот так вот. И косточка там, вокруг косточки все порченные уже. Или, допустим, яблочко, да, вроде нормально, да, раз, а там надкусываешь, надрезаешь, там, допустим, там, ну, что-то черви в этом, допустим. Вот. Знаете, интересно, что вот так же, обман бывает такой, да, вот, и, но есть глаза, да, физические наши, есть глаза, вот, наши материальные, но есть глаза духа, духовные наши глаза. Немного об этом, в принципе, любой человек об этом немного знает, понимает, каждый, больше или меньше, допустим, наше воображение, да, значит, наше представление, фантазии, да, наше что-то, вот это вот глаза другие какие-то, порой это настолько бывает живо, настолько реально, значит, и у верующего человека, да, вот это зрение, оно должно развиваться. Иисус говорил, что очень многие верующие люди того времени, периода, да, они имели глаза, но не видели, то есть, да, у них были, да, духовные тоже взоры эти, да, зрения духовные, но эти глаза, они не видели, они были как бы слепые, получается, слепшие, закрыли глаза, закрыли глаза, такое выражение есть в Библии тоже, да, духовно, вот, и чтобы церковь не была слепа, как написано в книге Откровений, да, вот, помазать мазью его, то есть, очистить взор, каким образом, размышлять о Христе, взирать на Него, как бы, глазами веры, глазами веры, глазами сердца своего, глазами, вот, внутреннего человека, взирать, то есть, размышлять, фантазировать, представлять себе, значит, я не знаю, то есть, как можно больше об этом, вот, те же самые евангельские какие-то эпизоды, значит, чаще, чаще прокручивать в разуме, вот, и находить повод, как вот влюбленный, да, мы, как влюблен, будучи влюбленными, да, мы находим даже ничтожный какой-то повод, но для вящей благодарности, будем так говорить, вящей благодарности, вот, и здесь тоже самое, значит, будучи влюбленными, да, в Господа, мы находим, ну, если человек, он не любит, да, Господа, Иисуса Христа, то написано, анафема, маранафа, то есть, человек еще находится под проклятием, получается, который не ответил своей любовью, на его безусловную, бескорыстную, чистую любовь, человек, который еще не познал Божьей любви, он еще мертв, он еще под проклятием, он еще во тьме лежит, жалко, конечно, еще во гробе, еще вот, красивое, тоже, ну, и немного страшное, конечно, сравнение такое, во гробе, вот, как вот на Пасху мы поем, да, Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Исущим во гробах жизнь дарит, даровав, вот это, Исущим во гробах, то есть, и тем, кто во гробах жизнь даровав, или еще там, можно так спеть, и всем мертвецам жизнь даровав, Аллилуйя, вот именно действительно, он открывает эти гробы, выводит мертвецов, оживляет нас, слава тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, за силу воскресения твоего, Аллилуйя, Аллилуйя, потому что, когда Господь, вот, посещает род человеческий, да, а теперь он уже 2000 лет с нами, то действительно, всем мертвецам жизнь даровал он, Аллилуйя, и пусть глаза откроются, пусть глаза откроются, встань спящий, написано, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, вот, и пока человек не ответил своей любовью, на Божью, безусловно, бескорыстную, истинную, чистую любовь, он еще духовно мертв, он еще под проклятием, выход один из всех проклятий, люди порой ищут там, но не там и не так, ищут порой, знаете ли, выхода из проблем, выхода из проклятий, беззаконий, греха, а на самом-то деле, выход есть, и он, как ни странно, он на поверхности, он не спрятан, абсолютно не спрятан, не сокрыт, он открыт, полюби, просто влюбись, влюбись в Господа, ответь своей любовью, на его безусловную любовь, бескорыстную, истинную, чистую, святую любовь, и вот это спасет, это спасает человека, на самом деле, вот, и когда мы не влюблены в него, да, в Господа, то не любим его, то есть не ответили своей любовью еще, на его любовь, то мы эгоистичны, получается, эго, живем для себя, может для кого-то возле нас, но ближайших людей, но все равно ради себя, и знаете, получается, что человеку, ему не за что, и некого благодарить даже, но когда он, начинается процесс, этот духовного возрождения, у него куча поводов появляется к благодарности, и он знает, кого благодарить, когда он человек возрожденный, ответил своей любовью на его любовь, Божью любовь, то он находит в любой мелочи, съел, что-то получил, что-то увидел, красивый цветочек, птичку, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе за все, за все, проснулся, глаза открыл, только еще, еще на постели, только открыл еще глаза, спасибо, Господь, спасибо, ты меня пробудил сегодня, этим утром, человек неверующий, он проснется, скажет, ну и что такого, я проснулся, я и вчера, и третьего дня просыпался, так же нормально, вот, я просто хожу, дышу по этой земле, там, дышу этим воздухом, значит, человек верующий, он всегда будет благодарным, даже за то, что он дышит, вот, знаете ли, то, что он видит, слышит, за все, за все, благодарным, вот, и такая важнейшая черта человека невозрожденного, неверующего, это неблагодарность, а человека верующего, человека возрожденного, это как раз благодарность, как раз благодарность, вот, и я не имею ввиду религиозное, нерелигиозное, нет, а именно по-настоящему человек, если верующий, потому что есть много людей, религиозных, но вечно недовольных, неблагодарных, они еще не, такие люди еще не возрожденные, они еще не знают Бога, еще не верующие, хотя могут всю жизнь, Быть в храме, в молитвенном доме, в костюле, называть себя христианами, отдавать десятины, исполнять традиции, обряды, но все равно поститься, посты, говеть, причащаться регулярно. Слава Богу, пусть Господь благословит. Роза, да, тоже спасибо, Господи, за пробовать. Спасибо, Господи, за слово Твое, спасибо за образумление Твое, спасибо, спасибо за все благодарность Господу нашему. И вот, преображаем, взирая на славу Божью, мы преображаемся, как от Господня Духа. Сверхъестественно, не как от нашего Духа, а как от Господня Духа. То есть, это происходит сверхъестественно, взирая на славу Божью, взирая на славу Бога. Вот, на что мы смотрим, мы тем и становимся, на что мы смотрим, тем мы как бы и наполняемся. Что мы смотрим, что через глаза эти входят Как физический образ такой, да? Через физические глаза, что входит в нас, да? Вот мы об этом думаем, потом там вспоминаем Вот то же самое через глаза духа, духовные глаза То, о чём мы фантазируем, о чём мы представляем себе Чем мы живём, какие наши мысли, такие и мы Какие наши помыслы, такие и мы О чём мы помышляем, это наполняет нас И поэтому мыслим не земном, мыслим небесным, а горным о Божьем, и о Господе Иисусе, и это очищает нас, это действительно, мы наполняемся Его чистотой. И вот апостол Петр еще, тоже сегодня прочту, вот эту цитату как раз из послания Петра, 2-го послания Петра, 1-й главы, 17-й стих написано, то есть он вспоминает, Петр же был очевидцем преображения на горе Иисуса, и вот он вспоминает этот эпизод, и он говорит здесь, ибо он, то есть Петр говорит здесь об Иисусе, ибо Иисус принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к нему такой глаз, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Петр пишет, что он был с ним на горе, и он был свидетелем этого голоса, на горе, там на горе. И удивительно, конечно, вот переживание Петр спустя годы доносит до верующих, и вот через это послание, получается, до всех нас тоже доносит вот это переживание свое. И вот, кстати, ну здесь славянское слово, неупотребляемое уже в русском языке ныне, велелепное. Помните, Иван Васильевич у меня профессию, да, комедию? А когда там Иван Васильевич вышел на балкон там уже современной Москвы, там 20-го столетия, там, говорит, лепота какая, лепота, помните, да, лепота, красивое слово, лепота, значит, это, ну как, beautiful, это великолепно, это прекрасно, красота. Вот, но есть еще велелепота, это слово малоупотребляемо было, если слово лепота могли употреблять часто, то велелепота, это слово, или велелепота, здесь вот написано, да, значит, от велелепной, велелепна или велелепна, 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 большая лепота, как бы, да, велелепота, великая лепота, можно так сказать еще. Вот так вот, это велелепота или велелепота, или велелепна, это в писаниях славянских, допустим, это употреблялось по отношению к Богу, к Творцу, к Создателю. Допустим, велелепота, слово употреблялось в славянской Библии, допустим, по отношению к Богу написано, велелепото обличеси, то есть он облег себя велию лепоту, он облегся в эту, Бог облегся как в одежде в такую велию лепоту, удивительно. И вот здесь в переводе синодальном оставили вот это славянское слово, красивое, но сегодня мало понятное, велелепные славы, что за велелепные славы, то есть это слава, которая не просто слава, она самая великая, величайшая слава. Вот, самые красивые, самые-самые сильные, самые прекрасные, самые-самые-самые вели слава, слава, велелепа, да, и вот, значит, и от этой велелепной славы принесся голос, и Иисус, здесь Петр пишет, да, принял от Бога Отца честь и славу, и голос, помните, да, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Бог сказал, чтобы слушали Иисуса мы, вот, и облег силу свыше своего сына, вот, это было, ну, сильнейшим таким переживанием, как раз и, я думаю, что это вот обличение, облачение свыше, да, этой силой, этой благодатью, этой честью и славой должно было быть в жизни Иисуса, как раз накануне, там, перед всеми этими проблемами, искушениями, там, страданиями, потом, значит, голговскими, там, и вообще смертью на кресте, потому что Господь Иисус принес Себя непорочного Духом Богу, принес Себя непорочного именно Духом Святым, в силе Духа Святого сам не смог бы, а именно Духом Святым он совершил это, вот, вот, слава Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже, Всебогущий. Вот, и сегодня, в этот утренний час размышляю как раз об этой велелепоте, велелепоту, велелепная слава, аллилуйя. Но самое удивительное, даже не то, даже не то, что сказал я выше, самое удивительное, то, что эта велелепота, велелепная слава, она сегодня обитает в нас, верующих, и среди нас, потому что Христос в нас, упование славы, аллилуйя. Христос в нас, упование славы. Так, у меня здесь хлеб для причастия. Это то, что я купил здесь, тоже вот лепешки такие, лепешки, вот, и восточные лепешки. Здесь у братьев-мусульман покупаю, вот, и кушаю, причащаюсь, размышляю о теле и крови Господа Иисуса Христа, вот. И сегодня размышляю о Его велелепной славе, которая обитает в нас, верующих, ныне. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Аллилуйя. Велелепная слава. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Господь, спасибо. Иисус, спасибо. Благодарю Тебя, Господь, слава Тебе. Слава Тебе и хвала. Слава Тебе, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за хлеб земной. Благодарю Тебя за этот хлебушек. Благодарю Тебя, Господь Божий, Ты милуешь и питаешь, Господь, нас, Боже, благодатью Своей, Господь, по милости и любви Своей, спасибо. А наипаче, благодарю Тебя за велелепную славу Твою, благодарю Тебя за хлеб, сошедший с небес, за Иисуса Христа. Возьмите тоже себе хлеба, налейте себе, что есть, может быть, даже просто воды даже. Но самое главное, размышляйте сегодня, сейчас, в этот утренний час о теле крови Господа Иисуса Христа, рассуждайте о теле крови Иисуса, спасибо Тебе, Господь, глазами веры, глазами веры взираем на нашего возлюбленного сегодня и за все благодарим, за все, за все благодарим, потому что верующим прилично словословить, святым и верным прилично благодарить за все Бога. И это естественно, это обычно, это на самом деле изнутри идет естество. Если для неверующего, ну невозрожденного человека, по крайней мере, может даже религиозного, благодарность Богу, она неприлична, она нетипична для него. Даже если он благодарит, находит в случае и благодарит, то это не из его естества идет. А если человек возрожден, одна из таких важных характеристик его, как раз бытия нового, уже новой жизни во Христе Иисусе, это благодарное сердце, благодарность. И влюбленный человек, он за все благодарит возлюбленного. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Голубица. Царь возлюбленный глядет, вот он идет, Господь глядет, царь возлюбленный глядет. Гляди, Господи Иисусе, Аллилуйя, жду Тебя, Господь, ожидаю Тебя, люблю Тебя, надеюсь на Тебя, верю Тебе, доверяю Тебе и за все благодарю Тебя. За все, за все, за все Тебя, Господь, я благодарю. Ты искупил от смерти душу мою. Аллилуйя, Аллилуйя, спасибо, Господь, спасибо, спасибо, и по всей земле слава Тебе, Господь, возносится. По всей планете, Господь, по всей земле, по всему лицу земли, во всех народах, во всех племенах. Божье словословие с нашей земли поднимается, как фимиам, как благоухание. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь всей вселенной. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо, спасибо. И, братья, сестры, сегодня, ревомляя хлеб, рассуждаю о теле и крови Христа. Благодарю Бога за все. И хлеб сам, да, хлеб жизни, как физический хлеб, он питает нас, да, насыщает нас. И так вот, хлеб, духовный хлеб, который с Иисусом, тело Иисуса Христа, ешьте, братья. Сестры, тело Иисуса Христа, аминь. 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 Спасибо, Господь, спасибо. Кровь Христа, аминь. Дело Христа. Кровь Христа, аминь. 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 Спасибо, Господь. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Иисус, спасибо Спасибо, дорогой Спасибо, вас любит Спасибо, Иисус, Иисус, спасибо 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 за все, спасибо, Господь За жизнь мира Ты отдал свою жизнь Кровушку за нас пролил свою Жизнь свою положил Душу за нас положил Нет больше той любви Боже, ты положил душу свою Не только как человек Как Бог За всех, и за друзей, и за врагов За всех За всех Ибо так ты возлюбил мир Аминь Спасибо 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 Спасибо, Господь, спасибо Спасибо, спасибо, спасибо Спасибо Бог во Христе Примирил с Собою мир Не вменяя людям преступлений их И дал нам слово Примирение Спасибо, Господь, за слово Примирение Спасибо За мир За жизнь Во Христе Иисусе Спасение Исцеление Освобождение Во Христе Иисусе Спасибо 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 Аминь, аминь Ты исходя в жизни, Господь Спасибо Спасибо Аминь Аминь, аминь, аминь Спасибо, Господь Спасибо Благодарю Тебя, Господь За Таинство Твое Христос Во мне Убывание славы Ты – это я Я – это ты Тело Христа Кровь Христа Это я Это ты и я Я и ты Я и Отец Одно Спасибо, Господь Спасибо Аминь, отче Папочка Папа Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя Папуленько Отец И ничто не разлучит нас Ни настоящие, ни будущие Ни ангелы Ничто, ничто, ничто Никто Спасибо 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 Спасибо, Господь Спасибо за жизнь Спасибо Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя, Господь Благодарю Аминь Баб Баб Благоставляю великое имя Твое сегодня Благодарю Тебя, Господь Божий Вместе с хорами ангелов И всех любящих Тебя По всему лицу земли Возношу Тебе сегодня хвалу и славу Аллилуйя И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святаго Духа пребывает со всеми нами Аминь Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим И помилует Тебя Да обратит Господь лицо Своё на Тебя И даст Тебе мир во имя Иисуса Христа Аминь, аминь, аминь Аминь Спасибо, Господь, спасибо, спасибо Благословляю вас всех, дорогие друзья, братья и сёстры С миром Божьим Сегодня в 6 часов вечера подсоединяйтесь Подключайтесь к вечернему эфиру Рассуждаем о теле и крови Христа Углубляемся в эту тему преображения И пусть сегодня вот глаза нашей веры, да, нашего сердца Любви к нашему возлюбленному О, спасибо Тебе, Господь Аллилуйя Спасибо, спасибо Спасибо за всё И за всё благодарим Его, да, аминь И исцеление в крови Иисуса Христа Спасение Благословение наше всё В крови Господа Иисуса Христа Жертвой Болговской И Его жертвенной Любви Аминь Начав У нас доброе дело Ты ведёшь его до конца Аминь 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 Аллилуйя Аллилуйя